Сегодня глава Чувашии лично познакомился с фермерским хозяйством, которое снабжает молокоматы Чебоксар. В районе его ждала обширная программа. Завершилась поездка обсуждением итогов социально-экономического развития Янтиковского района. Молокоматы в Чебоксарах успели увидеть многие. Через них ежедневно продается свыше полутора тонн свежего качественного молока. Но мало кто знает, что сырье для их заправки вырабатывается в хозяйстве Янтиковского фермера. В прошлом году здесь был построен новый коровник на 200 голов. И к концу года рогатая стада перевалила за полтысячи. В среднем от каждой буренки получают около трех с половиной тысяч литров в год. Кроме молока в хозяйстве производится и мясо. За прошлый год получилось 20 тонн. Мы со стороны государства будем поддерживать, поддерживали и будем поддерживать для развития таких же кирсианских фермерских хозяйств. В целом же по району индекс сельскохозяйственного производства составил около 94% к уровню прошлого года. Сказали сложные погодные условия. С Шамуршинским районом Янтиковцев объединяет и другая общая проблема. Смертность здесь также превысила рождаемость. При этом к работе врачей особых претензий нет. Конечно, сегодня больница выглядит очень хорошо, очень достойно. То есть все материально-технические условия созданы. Есть и достаточное количество оборудования для того уровня, который помощь они оказывают. Вполне всего достаточно. Даже дефицита практически в врачебных кадрах здесь тоже нет. То есть не хватает в абсолютном выражении всего лишь двух врачей. Там одного врача общей практики, одного врача травматолога. Заработная плата медиков, как и других работников бюджетной сферы, выросла. Правительство выполняет свои обязательства в полном объеме и ждет того же от местных властей. Возможности для этого есть, но они не всегда используются. По жилищному строительству у вас падение. Какая перспектива в этом году, в следующем году? У нас в районе не строится пока многоквартирных жилых домов. Поэтому мы в прошлом году два участка выделили в Янтикове. На одном участке уже строительство ведется. Ведется строительство для переселения граждан из-за аварийного ветхого жилья. А второй участок пока пустует, не начали строительство. И один участок сейчас выделяем для строительства жилья и эконом-класса. На совещании обсудили и резервы, которые необходимо задействовать для повышения бюджетной эффективности. В первую очередь целевое использование земель. В районе эта работа начата и приносит неплохие результаты. Доходы от аренды выросли до 150% к уровню предыдущего года. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов. Республика.